Здравствуйте, дорогие городники! После того, как я стал применять препараты био, стали задавать некоторые вопросы, что я типа стал много увлекаться химией и всякими возможными препаратами, но, наверное, это от небольшого недопонимания. Дело в том, что я еще ранее весной анонсировал, что в этом году я буду использовать и применять разные различные, которые у нас есть на рынке, самые распространенные и самые применяемые именно биопрепараты, которые к химии не имеют ничего общего. Все эти препараты основаны либо на бактериях, либо на грибах, либо в смешанном виде. И на рынке представлены в основном самые качественные, это где-то три фирмы есть. Одна из фирм, которая производит вот такие препараты, как Экомик урожайный, Экомик дачный, можно приобрести вот такой биоконструктор, чтобы сэкономить очень его достаточно, чтобы произвести пять литров Экомика урожайного, можно с помощью... Но здесь надо самому немножко как бы произвести его, сделать действие. Или готовые в бутылках препараты. То есть, это вот одна фирма, и эти препараты в основном, как бы, они уже в жидком виде, находятся в бутылках, и в их состав входят лактобактерии, которые работают в низких слоях почвы, либо, будем говорить, в воде, в туалетах и так далее, и так далее. Там, где не нужен доступ воздуха. И это вот одна группа препаратов, которые часто применяют огородники. И, то есть, к этим препаратам, в этой фирме еще выпускают такие препараты, известные, как Байкал. И это вот препараты, подобные этому, этим препаратам, но уже немножко более усовершенствованные. И которые недавно, они стали выпускать, эта фирма, которая недавно стала выпускать вот эти уже более усовершенствованные препараты, как урожайный и будем говорить дачный. Это специально для огородников препараты выпущены. Что еще, какие препараты я применял буквально недавно и что и для чего, во-первых, это делается. Буквально недавно я делал КЧ, можно посмотреть видео, и туда добавлял вот такой препарат, коробочки у меня остаются, как азотик. Туда же можно было добавить такой препарат, как стирола. Для чего? У меня сразу прикнули, что я применил минеральные удобрения, азотные. Азотика это азотофиксирующие бактерии. В этом препарате на субстрате находятся. И когда мы их увеличиваем в почве, то у нас как раз они добывают уже из воздуха, фиксируют азот и поставляют его нашим растениям. Вот препарат стирола то же самое может делать уже и с фосфором. Но все эти препараты, они еще имеют двойную, так сказать, двойную функцию. То есть они все еще служат не только как препараты, которые способны какие-то извлекать элементы питания и помогать усваивать растениям, но и фактически все препараты служат как еще дополнительной защитой растений от всевозможных заболеваний, как микробных, так и грибных. Также на рынке присутствуют вот такие вот известные тоже фирмы, которые производят такие препараты, как аллерин, гомоир, гликодин и им подобные. То есть вот эти два препарата аллерин и гомоир это на основе бактерий, известный бакулис, производятся только разные штаммы. В основном эти препараты как бы позиционируются как препараты в качестве защиты наших растений от заболеваний, особенно таких, как мучнистый росафит, автороз, корневые гнили и так далее. И гликодин это уже на основе грибов, препарат, который на основе гриба триходерма и тоже разные штаммы этих грибов. То есть есть препарат не только гликодин, и ему подобные эта фирма выпускает. То есть разные штаммы грибов, которые очень являются большими такими антагонистами патогенных грибов. То есть они с ними вступают с патогенными грибами в очень, так сказать, борьбу, что ли, за место существования. Подавляют патогенные грибы и это очень такое средство профилактическое, которое как и профилактическое, так и лечебное, оказывает, когда мы добавляем это в грунт, от всевозможных корневых гнилей и так далее. То есть очень эффективные уже биопрепараты. для чего я это все рассказываю и почему я это говорю. То есть что да, это уже огородненькие многие говорят, что вот это перейти с химией на это и опять тратить кучу-кучу денег. Да, вот это вот все, все это препараты стоят, естественно, денег и так далее. Я не говорю, что обязательно это надо применять. И не говорю, что это именно весь комплекс этого надо применять и все это надо покупать обязательно. Но к чему это все ведут? Во-первых, для того, чтобы мы начинаем заниматься природным земледелием, все равно нам на первом этапе очень трудно как бы нашу почву сделать высоко структурированной, в которой будет находиться очень большое количество полезной микрофлоры, червей и так далее. и сама почва будет настолько здоровой и лишена и патогенов всевозможных, и лишена каких-то химических таких ненужных элементов, которые нам не нужны, радиоактивных и прочих, которые вот эти препараты позволяют как бы сдерживать, связывать и так далее. То есть почву делают они здоровой. И на первом этапе применение этих препаратов в принципе значительно ускоряет переход на природное земледелие. Но когда мы занимаемся в наших огородах, мы все хотим все равно вырастить продукцию экологически чистую. Будем говорить без какой-то химии, стараемся ее не применять. Пускай мы вырастим меньше. Некоторые огородники как бы применяя химию, пестициды, удобрения стараются получить максимальный урожай. Ну получили вы максимальный урожай тех же томатов или огурцов. Но они вы опрыскивали постоянно пестицидами, добавляли минеральных удобрений в огонь. Но что за огурцы выросли? Насколько они полезны? Может быть такой огурец вообще не стоит и кушать и такой помидорчик не стоит брать и в рот. То же самое относится ко всем остальным овощам. Поэтому лучше вырастить намного меньше, но качественно. Будем говорить абсолютно безвредны. Как для нас самих, для наших детей и так далее. Для этого огороды существуют. Не для того, чтобы произвести громадное количество продукции. Вот эти все биопрепараты позволяют производить продукцию абсолютно безвредным. То есть они все именно на основе живых бактерий на основе каких-то грибов. Вот в основном это бактерии и грибы. И также в них конечно входят уже готовые ферменты которые помогают разлагать органику и так далее. Но ничего химического там нет. То есть там нет каких-то пестицидов чтобы защитить на растение. Там нет минеральных добавленных удобрений именно там минерального азота или минерального фосфора и так далее. То есть в этих препаратах ничего такого нет. Поэтому применяя их по инструкциям и добавляя их в почву мы конечно улучшаем состояние нашей почвы но очень постепенно то есть очень мягко мягкая сила так сказать с почвы происходит ничего слишком активного агрессивного мы в почву не добавляем и ничего не происходит будем говорить неприродной да все все равно регулируется природой то есть эти бактерии и грибы они и так существуют в почве только в очень маленьких иногда в очень маленьких количествах да а здесь мы позволяем увеличить это количество и именно уже в самой почве будет происходить процесс который будет и называться природным регулироваться все будет очень естественно нашим растениям то есть которые мы выращиваем эти будем говорить бактерии и так далее они будут доставлять именно дозировано доставлять все нужные элементы питания которые как раз и используются растениями поэтому я в этом сезоне решил рассказывать об этих всех препаратах вот и именно с той целью что для чего применять когда их стоит применять для чего конкретно в какой момент да то есть вот такие вот моменты потому что иногда мы покупая какой-то препарат просто смотрим рекламу его и так далее купили применили но применили его не вовремя применили его и совершенно нет или там где он и не нужен в данный момент и поэтому эффект от него большого не получили а чтобы эффект был нужно хотя бы иметь какие-то небольшие так сказать знания об этих препаратах немножко об этом я вот и начинаю уже говорить в этом сезоне буду дальше продолжать рассказывать когда именно я применяю с моей точки зрения этот препарат где лучше его применить как лучше его использовать в каких случаях именно в огороде именно для того чтобы вырастить продукцию именно внести в почву или опрыскать по листьям именно в тот момент когда этот препарат эффективнее и нужно именно его использовать или не нужно его использовать в данный момент а можно использовать что-то свое да тот же КЧ я произвожу который вы можете посмотреть который в принципе может конечно заменить почти всю эту группу препаратов и эффективно тоже использовать но используя совместно с препаратами эффективность конечно я так думаю и это уже доказано и учеными и многие исследования производили эффективность возрастает а уж конечно решать вам приобретать их или не приобретать в принципе и по цене не так это все и дорого даже вот купить вот эту всю группу то что у меня сейчас вот все на столе не так-то дорого уж слишком это и обходится поскольку вот вот то что у меня на столе этого на года хватает с лихвой да для всего огорода даже для моего вот большого огорода но у людей я так думаю у многих у большинства не такие большие огороды как у меня и не столько выращивают они овощи сколько выращиваю я поэтому препаратов конечно можно покупать гораздо меньше и естественно это не так дорого обходится в районе 500-600 рублей можно приобрести всю группу препаратов именно зная каких и для чего приобрести именно препараты которые из этой группы которые в нижних слоях почвы работают препараты из этой которые у нас накормят наши растения азотик стирола препараты из этой группы которые защитят наши растения и типа такие препараты как биокомпост чтобы делать компосты усиленно вот тот же препарат дачный тоже для компостирования но компостирование в ямах, то есть под пленкой без доступа воздуха здесь уже можно компостировать с помощью препарата с доступом воздуха то есть вот еще раз я так вкратце сейчас рассказал о том почему, для чего и зачем я именно буду о них рассказывать, чтобы не возникало в дальнейшем вопросов, что я увлекся этим как-то и вот переключился с химией на 5 на большое затратное, будем говорить так, производство овощей, на этом сегодня все, до свидания, до скорых встреч